Каждый год жители нашего города активно участвуют в программе поддержки местных инициатив. На собрании собственников решают, что необходимо сделать в их дворе, собирают подписи, оформляют необходимый комплект документов. Часто за помощью они обращаются к специалистам Департамента городского хозяйства или к депутату по округу. Чаще всего по программе поддержки местных инициатив горожане хотят в своем дворе отремонтировать тротуары, расширить проезды или сделать новые детские игровые комплексы. А вот жители округа Александр Михайлович Тихонов при его поддержке в прошлом году поставили в своем дворе новое освещение. И теперь вечером здесь комфортно и светло. В этом году жители округа решили обустроить детскую площадку во дворе дома на Шверник-41. Взамен старых мафов они хотят установить новый игровой комплекс с резиновым покрытием. Этот проект – один из восьми, которые Саров отправил на рассмотрение. В микрорайоне 14, это улица Радищева, требуется уже насущная проблема ремонта тротуаров, которые идут вдоль домов. В районе улиц Гагарина, Пушкина, Чапаева нужно проводить ремонт проездов. Другие проекты – это устройство дорожек и уширение проезда во дворе на Московской 34-1 и 34-2. Ремонт проезда на Шверника-23, дороги в Тизе и пятом микрорайоне. Кроме того, жители предложили сделать спортивный игровой комплекс на участке между школой номер 5 и детским садом 29. Получат эти проекты финансирование или нет, теперь зависит не только от правильно составленной и обоснованной заявки. Население Нижегородской области может как-то свой выбор обозначить и как-то помочь своим программам. Для этого нужно на сайте «Вам решать РФ» зайти на этот сайт, пройти по ссылочке «Голосование программы местных инициатив». Там размещены все наши восемь проектов с фотографиями и можно проголосовать за один из проектов. Голосование дает дополнительные баллы. То есть, если у всех проектов по итогам работы конкурсной комиссии равное количество очков, деньги получит тот проект, который наберет больше голосов. Голосование на сайте «Вам решать.рф» будет проводиться, вернее уже проводится с 15 февраля по 8 марта. И в конце марта мы узнаем уже окончательное решение. Все работы в рамках программы поддержки местных инициатив должны выполнить до конца этого года. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.